Добрый день, уважаемые гости нашего канала. Мы приступаем ко второй части нашего гастрономического маршрута по городу Ессентуке и расскажем вам о фермерском рынке в станице Суворовская. В 27 километрах от Ессентуков находится эта знаменитая станица. Добраться до нее можно всего за полчаса на маршрутном автобусе 101Е от железнодорожного вокзала. А теперь немного истории. В августе 1835 года по высочайшему разрешению императора Николая I, бывшая карантинная станица Хаперского казачьего полка, была переименована в станицу Суворовская. Таким образом, просьба станичников и лично командира Кавказского корпуса генерал-адъютанта Розена была удовлетворена. Своей богатой историей были славные времена, когда казаки-станицы входили в состав личной охраны трех императоров российских. Потом годы раскола, когда часть казаков служила у белого генерала Шкуро, а другая в Красной Армии. Потом годы коллективизации и репрессий, Великая Отечественная война, восстановление. А в 60-70-х годах станица активно застраивается и обрастает инфраструктурой, которая служит и по сей день. Но главной достопримечательностью станицы является знаменитый на всю страну Суворовский термальный источник номер один, открытый в 1959 году на глубине 1150 метров. Вот уже более полувека знаменитые термальные ванны оздоравливают здесь людей. Но мы хотим рассказать о другом интереснейшем месте станицы Суворовская, а именно о воскресном фермерском рынке, который нельзя обойти стороной, говоря о нашем гастрономическом маршруте. Рынок расположен в 100 метрах от автостанции, конечной остановки маршрутного автобуса. И уже на подходе к нему мы попадаем в импровизированные торговые ряды. Здесь фермеры торгуют кормами и другими товарами. И прямо у входа, по обе стороны, встречаем торговцев с живым товаром. Здесь и экзотические породы кроликов и птиц. Цесарки, индоутки, гуси и даже голуби. А это петухи породы колумбийская брама. Великан, а ему всего 7 месяцев. А на другой стороне телята и поросята ждут своих новых хозяев. Особенно удивляют поросята, которые так и просят, чтобы их купили. Рынок наполнен товаром. Но особенным шиком являются все-таки мясные деликатесы, копчености домашнего приготовления и молочные продукты. Молочные ряды изобилуют предложениями сыров и производных молока, творога, сметаны и домашнего сливочного масла. Свежее мясо, сало и живую рыбу здесь тоже можно приобрести. Цены на многие позиции ниже городских. А если поторговаться, что только приветствуется, то можно получить еще большую скидку. Вообще по рынку можно гулять и получать удовольствие только от пребывания на нем, из-за добросердечной атмосферы всех присутствующих. Вот такой видеорассказ мы хотели представить вашему вниманию о фермерском рынке столицы Суворовской. Получилось или нет, судить вам. Ждем ваших комментариев. Всем спасибо, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok